Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях депутация «Это депутатов» Наталья Геннадьевна Скисова. И, я так понимаю, вы третий раз заходите на эту площадку, на которой появились и депутаты новые, есть депутаты, которые впервые приходят и так далее. Как прошла избирательная кампания лично для вас? Ну, действительно, третий раз заходим на эту площадку, и каждая избирательная кампания, она своеобразна, она интересна по-своему. Во-первых, у нас поменялись границы нашего первого округа. У нас вошли новые территории, причем, например, Ларюшина, улица Ларюшина, это абсолютно новый микрорайон. Вот, поэтому мы... Новые люди? Абсолютно новые люди, новые дома, все новое. И мы знакомились с этой территорией, потому что на старой территории, конечно, немножко проще, потому что нас там знают. Мы приходим уже туда как к своим добрым, иногда сложным друзьям, товарищам. Но проблемы уже решаем, уже знаем подходы. Да. Знаем тех, кто нас как, кто любит, кто не очень. Знаем все это. Активных, называемых жителей, с разным характером, с разными, так сказать, подходами. А это новые территории. К нам присоединилась территория 2 СНТ, родничок и ручеек. Тоже туда поехали, познакомились с людьми. Ну, кстати, вот новые люди. Они же новые, ну, в каком смысле? Так, районы новые, они, можно сказать, новые люберчане-жители, да? Наверняка многие используют, просто, ну, живут здесь, да, работают в Москве или где-то, ну, скорее всего, в Москве чаще всего, да? Вот. И для них, может быть, даже нет еще полного такого ощущения, что они вот прямо в люберцах, мечта всей жизни была жить. При этом они хотят получать все те услуги, которые есть. Они хотят, ну, нормальные жители хотят выполнять, там, платить все как положено, чтобы их никто не обманул, чтобы не было никакого мошенничества, чтобы вода была горячей, чтобы была холодная вода и так далее. Вот эти новые люди, когда вы с ними общались, они вообще чувствуют себя жителями городского округа? Как они относятся к депутатам, которые вот приходят и говорят, чем вам помочь? Я так понимаю, что вы так говорите, примерно. Ну, мы нет. Вот почему сразу помочь? Мы приходим, мы знакомимся, мы говорим, что вот, здравствуйте, мы... Вы кто, спрашивают? Мы кандидаты в депутаты, да. Ну, если говорить, вот, например, о улице Ларюшино, да, то есть это абсолютно новый сформировавшийся микрорайон, где действительно в большей степени, наверное, люди приезжают туда переночевать. Хотя большое количество семей с детьми, как выяснилось. То есть папа работает, а мама с ребенком... Да. И, ну, например, я, как руководитель образовательного учреждения, столкнулась с тем, что территориально их отнесли к школе номер 44. У нас же в каждой школе закреплена своя территория. Вот. Ну, такой поток летом пошел желающих учиться в нашей школе, что пришлось прям очень со многими, так, знаете, знакомиться очень плотно. И по возможности, конечно, я их принимала, потому что я понимаю, как мама двоих детей, сама понимаю, что, конечно, наша школа и поближе, и поудобнее, наверное, добираться до нас. Хотя сейчас это тоже не совсем удобный путь, потому что ходим немножко в обход. Как раз у нас одна из проблем, которую мы пытаемся сейчас решить. Ну, кстати, это у многих вообще и в области, и в Москве, да, проблема ЖКХ-то построили, ну, своя часть. Вот мы тут ходим хорошо, а чтобы нам перейти туда, нужно как-то вот так вот, эдак... Да, да. Там запланировано, там идет строительство и детского, и дошкольного учреждения детского, и школы. Ну, пока это на... Ну, это вот будет входить в некий ваш депутатский контроль? Я не знаю, получали вы наказы, не получали бы вот именно этим новым каким-то улицам? Будет-не будет, мы все равно это будем контролировать, потому что это наша территория. Хорошо. Вот вернемся все-таки к избирателям, многим депутатам, я задаю вопрос, тем более опытным, таким, как вы, ну, со старыми, в хорошем смысле слова, поклонниками и сложными жителями вы уже знакомы, а вот каково доверие новых граждан этого городского нашего округа Люберцы к депутатам? Потому что есть же такой миф, ну, что такое депутат, совета депутатов? Все равно все принимается там на уровне области. Вот есть доверие? Вам удалось встретиться с людьми, переговорить? Ну, вы знаете, мне кажется, все-таки то, что мы сегодня с вами разговариваем, и то, что я являюсь депутатом в третий раз, и более того, вся наша команда, да, мы все в третий раз, ну, это и есть положительный результат, это доверие людей, значит, они в ходе общения встретили по одежке, но все-таки оказали нам действительно высокой доверие защищать где-то в чем-то их интересы и решать их проблемы. Ну, а вот во время предвыборной кампании, как на новых территориях, я сейчас такое новое слово, вот, в данном случае тоже к вам подходит, вы там познакомились какие-то с активными людьми, с которыми вы сейчас там поддерживаете, и получили вы уже какие-то там просьбы в виде наказов или какие-то встречи были еще? Конечно, конечно. Но, понимаете, человек, который, ну, просто обычный человек, он не всегда понимает, что есть проблемы, которые не просто так решить. То есть здесь нужно задействовать разные ресурсы, да? Да. Вот. И иногда приходится, вот им кажется, что пришел депутат, вот такой волшебник, да? Вот так сделал. Да, и раз он депутат, значит, он вот так сделал, и прилетел вертолет. И раздался им эскимо. Вот. Но так, к сожалению, не всегда бывает. Действительно, есть какие-то проблемы, которые иногда получается решить даже в ходе встречи. То есть мы еще не расстались, а уже кому-то позвонили, о чем-то проговорили. И это очень, ну, как бы тоже оказывает хорошую роль, потому что человек видит, что мы можем, да, что-то решить довольно быстро. И мы всегда говорим, что мы некие депутаты, это некий проводник от простого жителя, от населения к администрации. Потому что мы знаем, наверное, более короткий путь решения той или иной проблемы. Мы можем пользоваться своими связями. Ну, собственно, личные связи тоже никто не отменял. Вот. Но решить вот так вот все легко, особенно, когда касается финансовых вложений. Ну, то есть это иногда требует довольно продолжительного времени. Особенно, если бюджет, да, привлечен уже. Вот, кстати, да, бюджет – это особая такая история, да, бюджет, который принимается, и потом по этому бюджету живут. Но, опять же, еще один такой миф. Вы, как опытный депутат, давайте мы в очередной раз его развеем. Ваши коллеги здесь по-разному пробовали это дело. Да, развеивали. Но смысл в том, что обычно люди, которые сталкиваются с какими-то проблемами, и кто-то им там скажет, а ты к депутату обратись. Они приходят к депутату и говорят, депутат, отдай мне денег на вот это. Правильно? Но ведь у депутата местного совета нету таких возможностей. Есть, например, у Московской областной думы. А человеку деньги нужны. Вот как вы просто говорите, нет, у меня денег нет, иди? Как быть? Или пытаетесь помочь ему решить эти безденежным способом? Ну, вообще, на мой взгляд, это даже не связано с депутатством. А в принципе, когда человек просит денег, но для меня это немножечко непонятно. Если это здоровый, взрослый человек, я работаю, я зарабатываю свои деньги. Что мешает здесь? Идти, работать, зарабатывать деньги. Ты не можешь найти работу? Обратись за помощью, чтобы помочь найти тебе эту работу. Не нравится работа. А что другую? Не нравится работа. Знаете, есть такие ходят с одной на другую. Но, опять же, я с детьми, когда в школе старшеклассники разговариваю, тоже всегда говорю, ребят, вот вы в старших классах, вы уже работаете на себя. Вы выбираете, и нужно сделать это правильно. От ошибок никто не застрахован, безусловно. Ну, конечно, да. Но вы должны понимать, что работа, она должна приносить и финансовый доход, да, и морально обязательно. Ведь много таких изречений, да, как утром с удовольствием ухожу на работу, а утром с удовольствием возвращаюсь домой. И это тоже немаловажно, особенно в современном мире. Поэтому не нравится работа, иди учись, ищи другую работу. Тем более сейчас программа. Сейчас научиться, и государство идет, такую помощь оказывает колоссальную в плане переподготовки. Столько много различных структурных таких направлений, подразделений. Помогают. Ну, может, тогда хотя бы он придет, вы ему подскажете, куда пойти. Есть же такие люди, которые просто, ну... Растерялись. Растерялись. Растерялись, растерялись. Тем более вот пандемия, понимаем, да, вот эти все наши, вся наша ситуация, когда человек даже на каком-то вот он просто потерял работу, потому что была пандемия, и все. А он, может быть, привык там все, ну, удобно, квартира рядом, и просто растерялся. У кого-то, может быть, семейные какие-то проблемы там расстались. Ну, безусловно, всякие бывают ситуации. То есть вы готовы направить человека... Помогать, конечно. Помогать нужно. Людям помогать нужно. Опять же, другой совсем разговор, если это человек пожилой. Да, пожилой человек. Если есть какие-то ограничения в здоровье и так далее. Здесь тоже, ну, я считаю, что здесь тоже надо помогать. Но даже если я единожды помогу, дам человеку денег, деньги имеют свойство заканчиваться довольно быстро. И что дальше? Опять придут ко мне? Это не решение проблемы. Это не решение проблемы. Ну, вот тогда, я так понимаю, что вот, возвращаясь к совету депутатов, а вы, как уже депутат опытный, да, всем советом принимаете решения, не только там по бюджету, как один из главных вопросов, но и по каким-то глобальным там, ну, то, что входит в компетенцию совета. Понятно, что есть федеральные проекты, да, есть проекты, которые на, скажем так, на региональном уровне, Московская областная дума и так далее. Но наверняка у всех депутатов есть вот такие граждане, да, которым, ну, вроде как, они не в состоянии уже ни на работу пойти, ну, пенсионеры, возраст, одинокие и так далее. Существует там программа у нас, активное долголетие, существуют какие-то возможности. Социальная поддержка, да. То есть я так понимаю, что это же общая проблема для всех депутатов, и такие люди есть у всех. Конечно, ну, а здесь наша задача таких людей выявить и задействовать те или иные ресурсы. Действительно, это может быть совершенно... Там, где не ждёшь, может оказаться помощь. Вход до волонтёров, да, которые у себя проявили. Вход до волонтёров, безусловно. И мы на встречах, одно из наших, один из наших таких призывов, вот с ребятами, когда мы встречаемся, мы всегда говорим, если вы знаете, что рядом есть люди, которым необходима помощь, они одиноки, они больны, вы нам сообщайте. Действительно, у нас сейчас замечательно показала себя молодёжь. Я всегда говорила, что у нас хорошая молодёжь. Она отзывчивая, она трудоспособная. И пандемия это доказала. В Люберцах я видела, я работала бок о бок с ребятами, с молодыми, которые не чурались никакой работы. Они вплоть до... Даже вот элементарно, когда столько людей несли гуманитарную помощь, это всё нужно расфасовать, это всё нужно собрать... В пакеты определённые, да. В коробки упаковать. И сделать быстро надо. И быстро. И потом это всё загрузить в автомобиль, и всё это отвезти. Это тоже физическая работа, довольно приличная. И ребята это всё делали. Вот, кстати, о ребятах во второй части. Сейчас мы же заканчиваем первую. Быстро пролетело наше первое заседание нашего маленького телевизионного совета депутатов. После чего я хотел бы начать вторую часть именно с вашей профессиональной деятельности. Потому что всё-таки воспитание подрастающего поколения, никто не отменял эту историю. Напомню, что у нас в гостях депутат Совета депутатов Наталья Геннадьевна Скисова. До встречи. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях депутат Совета депутатов Наталья Геннадьевна Скисова. Прежде чем мы поговорим о вашей профессиональной деятельности, как, прежде всего, педагога, воспитателя, наставника, молодые депутаты, которые пришли, они здесь тоже у нас в студии побывали. Вот им-то тоже сложно. Мало того, что они попадают в один совет с людьми уже опытными, бывалыми, в которых, как вы сказали, связи, в хорошем смысле слова, которые, ну, вот цепочки, которые позволяют решать. И надо как-то встроиться в эту цепочку, потому что за тобой стоят люди. Вот вы как педагог, вы как им помогаете? И помогаете ли вы этим молодым депутатам? Говорите, не делай вот этого. Я знаю, как это делать. Но пока я могу говорить только о своих наблюдениях, потому что вот прям так плотно, плотно, плотно еще мы не общались. Но мне очень нравится наш нынешний совет депутатов по своему составу. Действительно, вообще-то я считаю, что это очень здорово, когда есть опыт и есть молодость. Это новшество, это энергия, это молодая кровь, это новый взгляд на замыленные наши какие-то проблемы. Вот, поэтому мне кажется, у нас вообще будет очень здорово работать вот в этот созыв, потому что такой симбиоз хороший получается. Я так понимаю, что когда вот начнется сейчас уже активная работа, там бюджет, все и так далее, то, если что, рука помощи депутатов, ветеранов будет, да? Обязательно. Ну, ветераны. Нет, депутат, но все-таки третий срок. Это доверие людей, это, ну, как бы, это очень такой важный момент. Возвращаемся к теме профессиональной. Педагогика сейчас очень много вопросов, ну, всегда много было вопросов, да, всякие сложности, но вот мне очень понравилось, ну, я просто тоже педагог в ВУЗе, и встречаюсь с людьми, которые не сталкиваются с детьми, ну, только со своими, да, сталкиваются со школьными проблемами, с проблемами в ВУЗе и так далее. Но я тоже считаю, что это замечательные люди, вот, со своими взглядами, иногда совершенно такими пограничными, сложными и так далее. Но это все равно наше будущее, да, это те люди, которые будут потом работать, чтобы мы могли на эту пенсию жить, правильно? Вот. Скажите, на сегодняшний день, какое вы получаете от работы? Это удовольствие, это привычка, это необходимость. И как можно не растерять вот за такой, в общем-то, большой профессиональный путь, вот заряд этой энергии? Потому что они вас подпитывают? Ну, конечно. Конечно. Дети же – это наши аккумуляторы, это наша зарядка. Как же можно устать и как же можно… Какое-то вы слово хорошее такое сказали, второе. Да, я уже и забыл. И я. Но оно у меня зацепилось, потому что он же каждый день-то особенный. Понимаете, мы же не приходим, мы не раскладываем перед собой бумаги и за дня в день считаем, там, какие-то отчеты делаем, цифры какие-то, да. Каждый день уникальный. Ты от маленького, да, школа-то же от маленького… На твоих глазах прямо растет. Да, до уже взрослого человека, взрослого, 17-18 лет. Уже сформировались свои взгляды. Действительно, очень часто люблю разных, потому что по своей основной работе я учитель начальных классов, я отучилась на учитель начальных классов, и с огромным удовольствием 11 лет работала в начальной школе. И думала, как я с ними, со взрослыми буду, что с ними делать? Вот они, эти цыплятки, вот ты их тут всем озамучишь. А потом, когда повернулось в моей жизни что-то там, да, судьбе моей, и я стала работать со взрослыми детьми. И оказалось, это тоже так здорово, потому что я могу с ними разговаривать на равных. Они со мной спорят, и я всегда говорю, спорить можно кричать, а можно аргументами, да, спорить. Давайте спорить аргументированно. Никто не говорит, что твоя точка зрения неправильная. Аргументируй. И я могу в конце согласиться с тобой, может быть. Да, это, мне кажется, такой подвиг для них будет. Мне кажется, тут ещё такой важный момент, что очень многие, ну, на уровне родительском или на уровне не очень хорошего преподавательского опыта, да, они считают, что вот они немножечко, ну, на одну ступеньку как бы выше, и всё время сверху этим молоточком, по этим молодым ребятам пытаются, значит, гвозди забивать. Как вы считаете, мы же должны видеть в каждом человеке, даже в самом маленьком, прежде всего личность, которая может ошибаться, а которая может в чём-то быть... А разве взрослые не ошибаются? А разве уже с сединами люди не ошибаются? Я тоже детям всегда говорю, ребята, право на ошибку имеет каждый. И я ошибаюсь, и ваши родители ошибаются, и дедушки с бабушками ваши ошибаются. По-другому быть не может. Но самое главное – уметь признать эту ошибку и по возможности исправить. Ну, и, кстати, возвращаясь сейчас к плавному возвращению к вопросу о депутатах, ведь для чего вообще-то вот такой орган власти, да, даже не придуман, а задуман, существует? Ведь это люди, которые тоже имеют право на исправление каких-то ошибок, которые, ну, власть, может быть, допустила, да, где-то там... Или, например, люди, которые там построили где-то дом, не построили магазин, или наоборот, построили магазин там, где нельзя его строить, где и правоохранительные органы что-то там не досмотрели. То есть депутаты, в общем-то, призваны решать иногда чужие ошибки. Ну, очень хочется, конечно, работать сразу в Союзе, дабы эти ошибки не допустить. Профилактировать, как у нас говорят врачи. Да. Вот. Но понятно, бывает по-разному. И, ну, депутат. Мы же обычные тоже люди. Мы живём там же, где живут наши избиратели, мы работаем там же. Но я, например, считаю, что вообще в силу того, что я директор школы, у меня много родителей, которые тоже являются жителями нашего округа, и они ко мне приходят. И очень надеюсь, что они мне доверяют, потому что отдать самое ценное, что у нас есть именно, я всегда родителям говорю, я вам очень благодарна за выбор нашей школы для своих детей. Ведь это тоже важно. Ну, доверие. То есть у вас два доверия, получается. Доверие педагога и доверие депутата. Да, такое двойное доверие, но оно, мне кажется, очень приятно. А вообще директор школы сегодня, вот это что за человек? Ну, мы уже поняли лирическую, романтическую составляющую. Но всё равно же есть ещё какая-то невероятная ответственность. Даже учитель, отчитав какой-то намеченные уроки, ну, согласно всем, да, вот он ушёл. А директор фактически 24 часа в школе где-то прорвало канализацию, выключился свет, кто-то не приди, Господи, упал там где-то что-нибудь там, рука и так далее. Это же всё на вас? Да, да. Это огромная зона ответственности. И, ну, мне кажется, прежде всего перед самим собой. Потому что вот сегодня, уходя, как раз у меня заступил на пост новый охранник, и я, уходя, ему сказала, больше тысячи детей, и мы с вами несем за них ответственность. Поэтому... То есть вы за него сейчас переживаете, потому что он новый? Я не за него, я за детей переживаю. Это нет, я имею в виду, да, да, да. За него я не переживаю. Ну, то есть, вот понимаете, это... Всё время как струна. Это, господи, уборщица, да, от того, как она помоет пол, как она это сделает вовремя, чтобы не был мокрый пол, когда ребятишки бегают. Ну, то есть вот из таких вроде как мелочей складывается вообще жизнь в нашей школе, ну, в любой школе, да, жизнь в любой школе. Я сейчас вот тоже всё время спорю даже, может быть, сама с собой, ну, как спорю, раздумываю о том, что наблюдаю за московским государством и вижу, что там приходят на должность директора молодые люди, которые менеджеры. Ага. То есть они, ну, они далеки от педагогической работы. Мне кажется, это не совсем правильно. То есть технологичные такие, то есть технологии... Они хозяйственники. Не воспитатели. Ну, они хозяйственники. Конечно, это тоже очень важно, безусловно. Но не чувствовать вот эту внутреннюю атмосферу школы, именно внутреннюю, что это люди, это дети, это родители, это педагоги. Когда по лицу ребёнка ты видишь, что с ним происходит. Конечно, конечно. Трубы – это важно. Конечно. Горячая вода – это важно. Питание. Тоже очень важно. Но человек – это всё равно во главе должен стоять человек. А ребёнок – это очень важно. Ну, я думаю, вас надо как-то пригласить. Вы приходили к нам. Но надо пригласить именно на педагогический разговор. С удовольствием. Нам полчаса не хватит. Да, почему? Потому что я преподаю в МПГУ тоже, как бы, и в РГУ Косыгина. И тоже я вижу, кто приходит со школы. С одной школы приходит, скажем так, одна подготовленность и человеческий подход. С другой стороны приходят вот эти самые менеджеры. То есть когда ты смотришь в глаза… Неодушевлённые они какие-то, да? И ты чувствуешь себя какой-то, я не знаю, как балерина. Прыгаешь, прыгаешь, прыгаешь. То есть всё наоборот. Вот. И это те подходы. И, кстати, возвращаясь к теме депутатства, это же тоже иногда немножко похоже на избирателей. Они же тоже разные есть. Есть люди, которые действительно выдвигают и ставят те проблемы, которые необходимо решать. Они есть. Есть люди, которые их из пальца высасывают. Капризничают, да. Вот. И ещё и говорят, что и депутат у нас плохо работает и так далее. Ну вот завершая уже наш разговор такой, может быть, слегка привольный, но мы не в депутатском, скажем, но тем не менее важно, потому что мне очень хочется, чтобы наши телезрители видели в каждом депутате прежде всего человека. И по всё остальное, по его, так сказать, уже трудам будет дана оценка теми же самыми избирателями. Вот если бы вам сегодня адресовали такой вопрос, что для вас такое депутат? Вот как вы это воспринимаете? Я бы так в скобках, знаете, зачем оно вам нужно? Ну, когда-то, в 13-14 году, когда ко мне в первый раз поступило такое предложение, ну, я испугалась. Я позвонила папе, говорю, папа, что делать? У меня папа такой человек, который в меня верит, и говорит, дочь, тебе доверяют. Вперёд. Этим доверием нужно дрожить. Вперёд. И вот я иду, всё, вперёд, вперёд, вперёд. Ну, а теперь, ну, это, наверное, тоже такая черта характера. Ну, извините за это слово, вприглазь, нужно тащить. И нужно тащить, это я максималистка. Ну да, нельзя отпускать. Максималистка. То есть, если ты взялся, делай это хорошо. Я стараюсь. Ну, судя по тому... И вот прям такая ремарка, понимаете, вот один в поле не воин, и я в этом убедилась, потому что мы идём командой, и наша команда, она крутая, правда. Потому что мы настолько уже знаем друг друга хорошо за эти годы. В этом году к нам присоединился молодой, не по возрасту, ну, и по возрасту, да, и впервые вот он зашёл, Роман Викторович Антоненков. Но я ему даже в предвыборной кампании сказала, говорю, вот, Рома, ощущение, что ты с нами был всегда. Потому что он настолько гармонично влился, настолько вот он наш по духу, и у нас как-то вот очень слаженная такая работа идёт. И я теперь не боюсь, потому что я знаю, что мы команда. И то, что не смогу сделать я, сделают со мной мои ребята. Вот так, такое заявление депутата и педагога, директора школы Натальи Геннальевны Скисовой, депутаты Сайта депутатов. Большое вам спасибо за то, что пришли. Приходите ещё по самым разным вопросам. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова